Вот здесь представлен аппарат, где делается непосредственно само флюорографическое исследование пациенту. Он заснащен кабиной рентгенозащитной, которая позволяет защитить персонал, работающий в данном учреждении, от излучения. Автопарк медицинских учреждений региона пополнился новой техникой. На службу поступили 12 реанимационных автомобилей и 13 мобильных флюорографов и маммографов. Их закупили по национальному проекту здравоохранения. Благодаря бюджетному финансированию за три года в регионе на 90% обновили парк скорой помощи. Мобильные комплексы будут пребывать в отдаленные населенные пункты региона, чтобы проводить обследование. Поскольку в местных больницах такого оборудования нет, и не у каждого пациента есть сила и возможность преодолеть большие расстояния, чтобы добраться до районного центра. Конечно, знаете, вот, когда бывают такие мгновения счастья, вот, наверное, сегодня, мы понимаем, что за этим оборудованием и реанимобилями, и флюорографами, и маммографами жизни, здоровья людей, конкретных людей, это точная диагностика, это скорость реагирования в сложных, самых сложных, критических для жизни человека ситуаций. Это, конечно, точная диагностика, это выявление болезней на ранних стадиях, а значит, у врача есть шанс помочь человеку. Гораздо больше, чем когда уже обращается пациент в стадии развития заболевания. Новое поколение передвижных флюорографов и маммографов изменит саму процедуру ранней диагностики многих заболеваний, сделав ее доступнее. Каждый рассчитан на прием 200-250 человек в смену. В село они будут выезжать по специальному графику, чтобы охватить диагностикой максимальное число пациентов. Парк Волжской центральной больницы сегодня пополнился двумя автомобилями. По словам медиков, цифровые флюорографические и маммографические аппараты позволят сделать обследование более точным. Во-первых, они цифровые, то есть позволяют все изображения, которые формируются, кумулировать в общей базе данных и просматривать на разных уровнях оказания медицинской помощи, в том числе и специализированных, например, специализированных в онкодиспансере, в больнице середавина. А во-вторых, это позволяет приблизить эту помощь в отдаленные поселки нашего, в том числе, района. Потому что раньше у нас, в настоящее время у нас есть такие аппараты, но не стационарные. Мы выходили из ситуации тем, что перевозили жителей из населенных пунктов непосредственно к аппарату, а теперь аппараты приедут к ним. Медикам, оказавшимся на передовой борьбы с коронавирусом, вручили медали. По инициативе общественных организаций в губернии была учреждена новая награда – заслужение людям. Елена Табельская говорит, в семье она первый врач, но о выборе профессии не пожалела ни разу, в том числе и в самый тяжелый период борьбы с коронавирусом. А сейчас по ее стопам готова пойти и дочь. Я чрезвычайно благодарна, я очень признательна, что мой труд и труд вообще медиков оценен. Очень горжусь, что я нахожусь здесь, что я получила эту награду и готова трудиться во благо жителей Самарской области. По словам губернатора, уже через несколько дней медицина Самарской области выйдет на новый уровень. Врачи смогут использовать вертолет, который поможет, минуя пробки, быстро добраться до пострадавших в автомобильных авариях и находящихся в самых труднодоступных местах. Виктория Шарая, События.